Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить одно из самых популярнейших блюд еврейской кухни рубленый форшмак. Для этого я пошла в русский магазин и купила селедку. Моца для форшмака у меня всегда есть. Сельдь разделываем на филе. Для этого по хребту делаются надрезы и очищается кожица. Затем отрезается голова, убираются все внутренности. Селедку надо отделить от кости. Отделяется она легко. По мере возможности постараться убрать из селедки все кости. Заливаем массу водой и оставляем на некоторое время, чтобы она размокла. Яблоко очищаем от кожуры и семян и нарезаем его как можно мельче. Для такого количества селедки достаточно будет половина крупного яблока. Для форшмака желательно брать яблоки кислых сортов. Лук необходимо измельчить. Яблоко, сельдь и лук мы рубим все вместе. Продолжаем рубить, но уже с яйцами. Отжимаем мацу от воды и добавляем в массу. И продолжаем рубить. Быстрее это, конечно, делается на мясорубке, но я делаю так, как делала моя бабушка. Моя бабушка всегда форшмак делала рубленый. Форшмак перекладываем в миску и добавляем туда пол пачки сливочного масла. Деревянная ложка сливочного масла начинаем вмешивать в форшмак. Добавляем в форшмак столовую ложку подсолнечного масла и по вкусу 5% столовый уксус. И продолжаем все это взбивать деревянной ложкой. Нужно попробовать форшмак на свой вкус. Очень вкусно, больше ничего не надо. Перекладываем форшмак в баночку и ставим в холодильник, чтобы застыло масло. Форшмак готов. Я рекомендую его подавать как закуску. На черненький хлебушек намазать и к холодненькой водочке. Это прелесть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова